Хиюшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами продолжим играть в Poppy Playtime. И не просто продолжим, а именно перепройдем первую главу. А все почему? Потому что вышел официальный русский перевод. Скажете вы, но нифига подобного. Нифига подобного. Это не официальный перевод, подумайте, точнее вы. Это не официальный перевод, но перевод все равно полностью, который говорит нам о том, что эта игра заинтересовала какую-то команду, которые все-таки решили заняться этим. Часть первая. Крепкие обнимашки. Ты, бывший сотрудник корпорации Playtime, наконец-то вернулся на фабрику спустя много лет после того, как там исчезли все люди. Ну погнали, погнали. Полностью переведено здесь. И скорее всего мы, разумеется, услышим даже перевод всех кассет. Давайте послушаем, так ли это. Сейчас вы увидите самую невероятную куклу в истории. Ее зовут Поппи. И она первая умная кукла в мире. Офигенно. Голос прикольный. Маленькая девочка хочет поговорить с ней. Поппи ответит на все ее вопросы. Она первая кукла, которая может вести беседу с ребенком. Не верите? Смотрите сами. Очень круто. Только не хватает музыки. Время игр с Поппи. Поппи такая же милая, как настоящая девочка. И разговаривает она, как настоящая. Привет. Меня зовут Поппи. Я люблю тебя. Поможешь мне начистить туфельки? Ну конечно, Поппи. Как и настоящая девочка, Поппи всегда хочет хорошо выглядеть. Отлично. Спасибо. Ее волосы прочные. Выпадут, когда будете их расчесывать. И пахнут они прямо как цветок Мака. Хочешь еще что-нибудь сказать, Поппи? Я настоящая девочка. Прямо как ты. Шесть долларов всего. Надо брать. Время для игр. Время для игр. Хотим. Очень сильно хотим. Ооо. За три доллара, чтобы надышаться маковыми этими. Маковым дымом и умереть там в плейкере. Неплохо. Звучит, конечно, очень перспективно. Надо попробовать. Надо попробовать. Очень круто. Слушайте, озвучка прям вообще приятная. Ощущение, что это не просто энтузиасты какие-то сделали. Реально. Кто-то из хороших таких даберов. Звучеров. Я не знаю, как по-другому назвать это. Короче, ребят, с вас лайк. Перепроходим плейтайм первую часть. Поппи плейтайм. Все думают, что рабочие пропали 10 лет назад. Мы еще здесь. Найди цветок. Блин, крутотенько. Просто крутотенько. Я не знаю, пропускать это не будем, наверное. Она сама сейчас пропустится. У нас здесь все переведено. Я так понимаю, все диалоги, все кассеты, все-все-все вещи. Но это, ребят, только первая глава, к сожалению. Подожди, кстати, плакаты не переведены. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мне что, помочь им, что ли, перевести плакаты, сделать все так же, как здесь? Так, ну да, у нас, к сожалению, плакаты не переведены. Но все надписи, которые игровые, они уже переведены точно. Погнали! Первая кассета, давайте посмотрим. Опа. А, переведено должно быть. Привет. Меня зовут Лайт Пьер, и я возглавляю отдел инноваций на фабрике игрушек Playtime. Если вы смотрите эту запись, значит, вы вторглись на чужую территорию. И да, мы прокручиваем эту запись всякий раз, когда закрываем фабрику. И это нарушитель, чтобы вы знали. Мы гордимся в первую очередь нашими высококачественными игрушками, заботой о детях. И мы также гордимся... Мы верим. Например, в этом здании полно датчиков движения. И как только они сработают, вызовут аварийную сигнализацию завода, которая напрямую свяжется с властями. И это еще одна из самых простых систем безопасности. Вы получили мое предупреждение еще не поздно развернуться. Прикольно, кстати. Я тогда даже все это время, я даже не знал, о чем здесь эта кассета. Здесь оказывается о безопасности. О том, что мы нарушаем какие-то рамки закона, переступаем их. И, разумеется, ребята, да, лайкусики, лайкусики, лайкусики. Надеюсь, вам нравится данная игра. Нам нужен зеленый, розовый, желтый, красный. И, разумеется, вам нравится этот перевод. И мне как раз таки интересно узнать, как вы к нему относитесь. Там вторая кассета, и она тоже должна быть переведена. А что здесь переводить? Там нужно было что-то переводить? Я просто не помню. А, нифига себе, здесь так переведено? Лол, это офигенно. Фатайка, затяните ремни. Затянем. Возьмите оба орудия. Там вроде бы, кстати, нажмите спусковой крючок для выстрела, нажмите еще раз, чтобы притянуть назад. Ну, а как они так сделали? Удерживайте, чтобы крепко схватить за предмет. Стреляйте только в маленькие предметы и рукоятки. Окей. Не стреляйте в своих коллег. Иначе можно покалечить. Мы это знаем. Провод служит электрическим проводником, использует для закладки электричества. Спасибо. Блин, офигенно. Используй хватайку ответственно. Офигенно. Что за время? Время играть. Так, окей, класс. Клавиатура вся старая какая-то. Черная. Крыльная, грязная. Офигенно. Жалко, что вот эти надписи, вот эти надписи не переведены. Но я думаю, что это либо дело времени, либо дело как раз-таки, как скажем, хайпа. То есть, чем больше хайпа у этого перевода будет, тем больше шансов, что разработчики продолжат этим заниматься. Опа, ключ дай. Не отдай, вот засранец. Э. 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 Я сейчас не понял. Почему они отдают мне ключ? Вы это видите, лол? Кстати, это переведено интересно. Его зовут Хаги. Хаги-баги. Дай ему обнять тебя. У меня ключ застрял. Твой друг Хаги. Хаги-баги. Он тоже разнообразил тебя. Здесь, по сути, мы должны просто нажать один раз, и он сразу нам дается. Его зовут Хаги. Хаги-баги. Дай ему обнять тебя. А у меня не хочется он. Ребят, мы все, мы проиграли. У меня ключ есть, вот он. Честно-честно. Лол, это из-за меня что-то сломалось, интересно? Или так, изначально в этой версии все сломано было? А я не знал, как все плохо. Ну, верните, верните ключ, ну, по-братски. Ну, верните ключ. Ну, верните ключ, алло. Вы прикиньте, какая засранка это? Хаги. Это ваши Хаги. Давайте так попробуем. То есть, все заново получается. Я не знаю, это, это, конечно, очень смешно. Ну, а что поделать, ребят? Придется заново. Пропускаем кат-сцену. И сразу бежим. Активировать код. Блин, кассету придется второй раз смотреть. Пипец плюс капец. Ну, давай, запускайся уже, давай. Давай, давай, давай. Так. Так, скарабкались. Прикиньте, вот здесь был какой-нибудь секретный проход, там, не знаю. Нажимаешь там какой-то определенный, в определенную точку, и, не знаю, открывается какая-нибудь потайная дверца такая. Лестница падает. И можно пойти по потолочку. Походить, посмотреть на новые локации, новые секреты. Ух, было бы круто. Но нет. Так, компы ломаем. Все равно здесь уже не нужны. Они уже старые, никому не нужны. Сюда, компы. Ну, давай уже заканчивайся, алло. Как ускориться? Так, мусорки тоже у нас ломаются. Сейчас можно взлететь. Помню, мы на коробке с вами, на коробках летали, так же делали. И они нас подбрасывали. Но это уже совершенно другая история. Это было так давно. Но сейчас проверим, ребят. Действительно ли это баг игры? Либо это баг именно перевода? Типа разработчики что-то когда перевод делали, накосячили с ключом. Такое вполне возможно. Такое вполне может быть. Во! Хорошо. Но все-таки это баг игры. Прикиньте, спустя столько времени здесь до сих пор есть такие баги. Окей. Так, больше застревать не хочу, поэтому просто бежим как обычно. Кстати, там может быть... Там на стене тоже ничего не переведено. Здесь переведен в основном текст. Текст именно... Не текст, а озвучка. То есть не на... Вот эти буквы нужно смотреть, не на плакаты. Эй, руку, руку дай. Нужно именно слушать. Кстати, недавно вышел тизер вот с этой комнаты, если что. С этой комнатой в ад. Недавно вышел тизер. И разумеется, мы об этом еще с вами поговорим. Там отдельное видео, можно снимать по ARG-шке, по секрету, по супер-мега-крутому ивенту, который сделали разработчики Popi Playtime. Поэтому просто ожидайте. Я обязательно сниму для вас его. Так, здесь желтая кассета должна быть. Мы ее обязательно смотрим, потому что как иначе, как можно ее не посмотреть, если у нас здесь она переведена. Так, ну что ищем? Оп. Спускаемся. Так, ну кассету мы помним, где, да? А вот что, где остальное брать? Я уже не помню. То, что не помню, оно все на рандомных местах постоянно. Вон оно. Почти попали. Оп. Оп. Где-то еще одна. Вот теперь вопрос. Где же она? Куда же ее спрятали? Блин, неужели она там была? Нету здесь ничего. Блин. Ну вы что, рофлите? Не могу один блок найти. Не вижу. Только не увидите, что здесь где-нибудь. О, засранец. Прятался как. Ну все. Мы все сделали. Смотрим кассетку. Жалко, что Хаги ничего не говорит. Получается, здесь в принципе текст только исключительно на кассетах. Нужно было переводить. А вот во второй части и во второй главе очень много текста. Рич, где они хранят коробки с Хаги? Не знаю. Помнишь, когда здесь в последний раз проводилось техобслуживание? А, нет. Вот именно. Никто в этой тупой компании ничего не соображает. Фу. Блин, клянусь, с тех пор, как они заставили весь склад этим мусором для сиротского приюта, я еще ни одной коробки не видел на своем месте. Да. Я понимаю, что это доброе дело и все такое, работа на бренд, но... Ааа... Сложно радоваться этому, когда производственный отдел постоянно напоминает нам об этом, потому что мы не можем найти эти чертовы коробки с Хаги. Рич. Ааа... Ты прав. Ты прав. Это... Это... Для сирот. Хотел бы я просто, чтобы коробок было поменьше. Было бы терпеливее, если бы всего было поменьше. Есть вообще такое слово? Терпеливее. Жозенько, жозенько, что там Хаги еще появится, если что? Если кто не помнит. Ооо, выглядывает засранец, выглядывает. А я могу тебя погладить. Я тебя могу маленького погладить. Вот тебе, вот тебе рукой по башке, вот тебе рукой по башке. Ну ладно, он сейчас исчезает все равно, да? Пока-пока. Так, вставляем все эти штуки. И забираем руки за грибуки. Да-да. Этот мем актуален как никогда раньше. Ну что так долго-то? Ё-моё. Сюда, руку за грибуку. Зарядка пошла. Так, ну мы здесь все, уже помним с вами, как проходится. Берем, делаем раз, берем, делаем два. Изи. Самое сейчас интересное будет, разумеется, это сражение с Хаги. Ну блин, я так понимаю, здесь в принципе и вообще ничего было переводить. Поппи тоже ничего не говорит, как я помню. Она скажет, кто открыл мою коробку? Кто открыл мой ящик? И все. То есть, говорю, вот если вы хотите, чтобы этот перевод продолжили, чтобы они продолжали именно работать с этими, с этой игрой, с Playtime, со следующими переводами, со следующими главами, то обязательно говорите под этим видео об этом. То есть, посмотрим, там будет сколько в итоге людей, которые заинтересованы переводом второй главы. Потому что вторая глава, там реально огромное количество текста. Там у нас очень много разговаривает мамочка. Так, ну кассетку сразу смотрим. итак, стелла, что заставило вас работать на фабрике Playtime? Когда я была маленькая, играла с игрушками. Это было так волшебно. Я могла отправиться прямо с пола своей спальни в любую точку мира. Это было такое прекрасное чувство. И возможность работать на фабрике игрушек, где-нибудь, где дети могут получить такой же опыт. Это тоже довольно приятное чувство. Хотя иногда мне очень, очень хочется вернуться, ну я имею в виду в то время, когда я была ребенком. И это странно, ведь взрослые это дети, но старше. Я не думаю, что кто-то чувствует себя взрослым, но твое тело становится все старше и старше, а потом ты умираешь. Пуф. Человеческое тело не может всегда оставаться молодым. Хотя есть вещи, как некоторые деревья, которые могут оставаться живыми намного дольше человека. Я имею в виду, что даже самые старые люди на земле чувствуют себя моложе. Так что я думаю, что где-то в глубине души мы все в чем-то молоды. Ладно, я думаю, мы немножко сбились. Жестко, жестко она там рассуждает. Ой. Ну что тут рассуждать, да? сейчас они сделают эту машину. А что я делаю? Я сюда. Оп. Оп. Я здесь не смогу, выбраться. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. А как я тогда это делаю? Да за что? Бежим сюда. Ну, стелла, стелла, скорее всего, тоже сохранила свою жизнь получается в этом. То есть она как раз таки рассуждает о том, что мы не бессмертны. А кто бессмертен? правильно. Хаги-ваги, скорее всего, бессмертен. Ну что, запустится он? Как же дом-то. Блин, жалко, что не переведены вот эти все надписи. Надо тоже этим заняться разрабом. Я думаю, что это на самом деле даже я могу сделать. Не так сложно делается. Потому что для целостности картины это было бы вообще идеально. все вот эти плакатики и все остальное было переведено. Как это сделано в Бене? Вы видели, наверное, все. Не помните, как переведена первая глава Бенди Энг Машин. Не первая глава, а все главы Бенди Энг Машин. Первая игра. Это просто волшебно. То есть они перевели все. То есть не осталось ни одного места, где было что-то на английском написано либо сказано. все переведено абсолютно. В этом плане они постарались на все 100. Вот как раз таки здесь было тоже было неплохо на самом деле. Увидите именно русские буквы. Но это зависит от вас, ребят. Будут ли русские буквы у нас вот здесь, вот здесь, вот везде, вот здесь вот. Исключительно от вас зависит только почему. Потому что если этот перевод это озвучка вам понравится, если немножко хайпа она приобретет, если людям будет интересно именно в этом переводе проходить, то вы понимаете то, что не заставит себя долго ждать вторая часть и вторая глава. Поэтому давайте, ребят, пишите в комментах и, разумеется, поддерживайте переводчик. Так, ладно, идем дальше. Вы готовы, да? Вы готовы, да? Ой, здравствуйте. А вы кто? Я один дома, мамы дома нету. Не убивайте. Ладно, я это, не хочу вас беспокоить, мистер, мистер премьер-министр. Ну, что до меня докопались? Смотри, докопался дядя Степа, ё-моё. Зубастый. Ладно, бежим от него. Кстати, ну, получается, все кассеты посмотрели? О, привет, пока. Привет, пока. Привет, пока. Привет, пока. У меня тянется рука почему-то к этому. К рычагу. Лоу. Ой. Ну, ладно, тянется, так тянется. Без руки, значит, будем бегать. А, нет, у нас еще одна кассета будет в конце. тянется. Поворачивается на жопку свою смотрит. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООüllую. спускать с этой горкой. Так же, как я? Скатывается или как-то медленно спускается? Пока. Пошел, 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 пошел. Опа. Мне он пятюню дал. Успел. Успел залезать. Привет. Это я, твой лучший друг. Так. Опа. Бежим, 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 бежим. Ой. Он уже здесь. Кстати, мы забаговали. То есть, по сути, он уже должен нас нападать. Ну, почему-то забаговали здесь эту штуку. Ладно, не будем ничего баговать. Идем до конца, смотрим кассету. Опа. Лох, дещуган, поймал тебя. Ха-ха. Избили, избили Хаги Вагуса. Разумеется, если вы не в курсе, если вы смотрели мои видео, то Хаги Ваги не умер. Отсылка на его выживание есть во второй главе. Мы с вами ее находили. Можете смотреть у меня видосы в плейлисте по Попе Плейтайм. Обязательно смотрите, если вы до сих пор не видели. Там много дофига, в самом деле, офигенных видосиков. Много всяких секретиков и пасхалочек. Поэтому обязательно, если не смотрели, посмотрите. Последняя кассетка, черная. И разумеется, она самая интересная из всех. Давайте послушаем ее внимательно. Последняя запись. Эксперимент 1-0-0-6. Прототип. Среди его навыков координирования и сотрудничества. Эти же навыки наблюдаются и в других экспериментах его вида. И хотя его еще не нашли, сегодняшние события, без сомнения, связаны с ним. Его отсутствие было изъяном в научном процессе, которое никак нельзя было оставлять без внимания. Поэтому я и делаю эту запись, чтобы эту ошибку не повторили снова. Все будущие эксперименты нужно будет проводить и ликвидировать в защищенном месте. За себя я не беспокоюсь. Еще одно важное открытие и я вернусь. Надо двигаться дальше во время науки. И не важно, понимают нас ниже стоящие или нет. Конец. Видео, считает себя каким-то творцом. То есть вот это вот ученый, который запись эту сделал, считает себя каким-то важным и умным. Возможно, из него как раз-таки и сделают прототипа. А почему бы и нет? Было бы очень круто. Но там, наоборот, он сделал прототипа. Возможно, прототип это соединенное между... Ну, давайте, был ученый, который создал прототипа, и прототип высвободился и захватил разум и тело этого ученого. А почему бы и нет? Было бы очень даже интересно именно такое увидеть. Ну, погнали! У нас только... Попечка осталась. Попечка. Попечка. Как дела? Попечка. Открывай. Привет, попечка. Кстати, нельзя открыть на Ешку эту дверцу. Можно обязательно вот так вот сделать. Ты открыл мой футляр. Да, это я. Тут ты меня знаешь. Вот и все, ребят. На этом первая глава заканчивается, и это весь перевод, который в данный момент присутствует. То есть, в принципе, они озвучили всю первую главу. Но это не значит то, что на этом они закончат. Я надеюсь, то, что все-таки те, кто занимались переводом, не знаю, откроют какой-нибудь сбор для того, чтобы собрать денег для переводчиков, которые занимаются дубляжом этим. И, разумеется, соберут какую-то сумму для того, чтобы оплатить переводчикам. Этим озвучером, этим актерам озвучки. Да, так правильней. Надеюсь, вам понравилось видео. Я очень сильно надеюсь, что все-таки и вторую главу переведут, и очень сильно надеюсь, что и третью главу переведут, когда она выйдет. Потому что очень бы хотелось вообще во все игры играть полной русской озвучки. На самом деле. И сейчас даже фильмы у нас не переводят в русскую озвучку, потому что вы сами знаете из-за чего. И, разумеется, с играми все хуже сейчас. Гораздо хуже, чем с фильмами даже. Вот такие дела. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как называемый Республик ВКонтакте, ссылки в описании, в шоке в канала. Это была Игра Поппи Плейтайм, и всем добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова